США и Евросоюз могут принять новые санкции против России в связи с продолжающимся кризисом на Украине уже на этой неделе. Это станет седьмым по счету раундом ограничительных мер в отношении Москвы. Сегодня стало известно о том, что главы США, Германии, Франции, Италии и Великобритании договорились о дальнейшем расширении санкционных списков в связи с продолжающимся украинским кризисом. По данным пресс-службы Елисейского дворца, черные списки могут быть оглашены уже завтра. Советник президента США по национальной безопасности Тони Блинкен назвал причины, побудившие США и Евросоюз разрабатывать новые ограничительные меры по отношению к Российской Федерации. То, что на наш взгляд Россия пытается сделать, это заставить Украину произвести определенные действия, которые они могли бы использовать как повод для того, чтобы начать, скажем, какую-то форму интервенции, так называемую гуманитарную интервенцию или так называемую миротворческую интервенцию. Это то, что мы, как думаем, входят в российские планы. Другое, то, что они делают, в основном увеличивают приток тяжелого вооружения, оружия и боевиков сепаратистам через границу. Это очень хорошо подтверждается нашими данными, а также хорошо подтверждается в социальных сетях. Решение о введении третьей, теперь уже секторальной фазы санкций, может быть принято уже во вторник на заседании представителей всех 28 стран-членов ЕС. Эта фаза включает сразу четыре ключевых направления. Доступ к рынкам капитала, оборонный сектор, товары двойного назначения, которые можно использовать как в мирных, так и в военных целях, и ведущие технологии, включая энергетический сектор. Министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштейн Майер призвал Евросоюз к решительным действиям, чтобы, цитата, «ясно дать понять Москве, как изменилось к ней отношение после гибели малазийского Боинга». На сих пор ЕС не спешил принимать столь жесткие меры, поскольку ряд ключевых стран, такие как Италия и Германия, имеющие тесные экономические связи с Россией, могли сильно пострадать от этих санкций. Сегодня со схожим заявлением выступил и президент Франции Франсуа Аланд. Новые санкции призваны ограничить доступ российских компаний, связанных с Кремлем, на рынке капитала, что затруднит их финансирование и окажет дополнительное давление на российскую экономику. Евросоюз готовится включить в санкционный список Сбербанк и ВТБ, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.